Если можно, ваши комментарии по поводу искусственных цветов в доме. Кто-то считает, что дома должны быть только живые цветы, а искусственные – это болезни смерти. А кто-то не обращает на это внимания и держит дома искусственные цветы. Я очень люблю живые цветы в горшках. У меня их много, но также есть и искусственные. На их покупала мама, а я была не против. Какое ваше мнение? Как это сказывается на обитателях дома? Спасибо большое. Вот по моим наблюдениям, изобилие искусственных цветов ни к чему хорошему не ведет. Потому что любая подделка – это есть подделка. Когда жизни нет, мы радуемся тому, в чем нет жизни. Поэтому если есть возможность иметь живые цветы, конечно, лучше иметь живые. Но вот у меня дома стоят искусственные, очень красиво сделанные розы в стороне. Я знаю, что они искусственные, и я спокойно прохожу, у меня нет ощущения отторжения. У меня есть очень красивый букет, составленный из искусственных цветов. Такой живописный, как картина. Я тоже смотрю на них, как картину. Но при этом есть живые растения. Я думаю, все дело в соотношениях. То есть, когда это произведение искусства по цвету, по форму, вот, так сказать, экибана, составленный букет, даже если он составлен из неживых цветов, мы смотрим на него, как на картину. Мы испытываем эстетическое удовольствие. Но когда у нас везде цветы, такой букет из неживых цветов, может быть даже подчеркнуто, быть неживым. Но, так сказать, здесь идея идет красоты. А когда все, так сказать, делается, как будто вот неживые, потому что их не нужно поливать, то тогда идет подмена. Поэтому я думаю, что дело в соотношении. Где-то, по моим ощущениям, скажем так, где-то на один неживой цветок нужно 4-5 живых. Тогда это воспринимается более-менее нормально. Когда есть победа живого над неживым. Продолжение следует...